Я как бы подхвачу линию первых наших лекций, но уже сейчас переведу на другой план, на нашу работу, на другой уровень. Диалог. Вы помните крылатое выражение, если она рождается в споре. Диалог и есть спор, в котором обнаруживаются диаметрально противоположные подходы к решению одной и той же проблемы. Фактически мы уже проявили осевой диалог философии, диалог материализма и идеализма. На прошлой лекции эта структура обозначилась так. Мы с вами выяснили, что в поисках первоначала сложились две традиции, два подхода. Первое, это первоначало связывается с материальной субстанцией, полец, вода, аннексимент, воздух, аннексимантра, пирода и так далее. А другая традиция, эта основа связывает с идеальным началом, с духовным началом. Пифагор, для которого числа суть духовная субстанция. Вот, пожалуйста, структура диалога очевидна. Этот диалог никогда не прекращался, и вряд ли никогда не прекратится. Есть такое выражение у Бахтина. Михаил Михайлович Бахтина, эту фамилию вам надо знать, это имя знаменитое, филолог, философ. Вот он ввел понятие бесконечного диалога. Дело, которое не может прийти к какому-то однозначному финалу. Когда становится ясным или бесспорным, что одна сторона выиграла, другая проиграла. Философский диалог, тема и замечательного, что он практически исключает возможность однозначной победы. Внуки, да, внуки могут между собой дискутировать школы, отличающие из богового признака. Одна школа исходит из правильных положений, другая школа исходит из каких-то заблуждений. Это на уровне наук конкретных, где вопрос может быть решен однозначно. Философии такого однозначного решения, как правило, не бывает. Я хочу, чтобы вы эту особенность у себя отметили. Человеку стоят вопросы. Вопросы разного уровня. Научные вопросы могут быть очень широкими, очень общими. И тем не менее, ответ на эти вопросы должен быть однозначным, как правило. Не всегда. Не всегда. Чем глубже проблема, тем она дальше от однозначности. Тем она ближе к двузначности или к многозначности. Но, в общем-то, в научных спорах очень часто, скажем, побеждает одна линия, одна школа. Хотя эта победа не всегда бывает окончательной. Даже спор Лысенко и генетики, даже сегодня, вот нельзя сказать, что здесь все точки поставлены на ДИ, что Лысенковская линия полностью дезавуирована. Нет, совсем не так. Но когда мы выходим на уровень философский, а что такое философский уровень? Это предельно общее знание. Вот это пишите слово предельное. Предел, экстремум. Когда мы ставим наиболее общий вопрос, вот тоже такая стереотипная фраза, очень емкая и точная, наиболее общий вопрос. Наиболее общий вопрос, предельно общий вопрос, экстремально общий вопрос. В этих случаях, в этих случаях, мы с вами оказываемся в ситуации, когда однозначно ответ невозможен, невозможен, так? И не нужен. Здесь выявляется геологичность системы. Здесь выявляется паритет спорящих сторон. Субъективно каждая сторона может считать себя правой. Субъективно каждая сторона может считать, что она победила другую сторону. Но взгляд объективный, взгляд как бы сверху на эту ситуацию, показывает, что тут имеет место симметрия, паритет. Это очень важно. Короче говоря, уникальной особенностью философии является то, что она не требует на свои вопросы однозначного ответа. Однозначного ответа. Ответ может быть двузначным. И тогда мы говорим, что философия ищет истину по определению бахтина, являющуюся диалогической. Вот такое есть выражение бахтина. Диалогическая истина. Диалогическая истина. Я этот термин сегодня еще один раз буду комментировать. Но вот нам это очень важно понять. Очень важно понять, потому что для методологии науки, конечно, прежде всего, важна вот эта истина. Сейчас я хочу, продолжая предыдущую лекцию, вести вас в атмосферу, быть может, самого яркого философского диалога, который имел место в Древней Греции. Это диалог двух школ. Одна школа основана была Гераклитом. Он жил в Эфесе, Малая Азия. Гераклит Эфески мы называем его так. Гераклит Эфески. Вторая школа, она связана с именем Параминида. Параминида. Он жил в Элее. Город Элея. Элея. Это Южная Италия. Там была греческая колония. Греки рассыряли широко по Средиземному морю. Отсюда название Элеадская школа. Отсюда название представителей этой школы. Такое. Элейцы. Элеаты. И то и другое угрожение встречается в литературе. Хорошо. Итак, Гераклит Эфески. Гераклит Эфески. Диалог между ними. Но я хочу сказать, что диалог вовсе не означает, что вот эти колоссы встречаются тет-а-тет. Что они вот вступают в какую-то контроверзу непосредственную. Этого не было. Диалог может быть заочным. Диалог может вестись между мыслителями, которые разделены во времени. Интервалы здесь могут быть огромными. Так что понимаете, это все правильно, что я и под диалогом имею в виду столкновение концепции. Не обязательно столкновение персонально понятое, персонально увиденное. Нет. Итак, Гераклит. Гераклит. Начинаю с Гераклита. И это имя нам уже известно. Мы вспоминали Гераклита в связи с тем, что он считал первоосновой огонь. Ему принадлежат слова знаменитые. О том, что мир есть огонь. Огонь мерами возгорающейся и мерами погасающей. Возгорание и угасание. Ритм. Космос понят как ритмический процесс. И в этом ритме уже есть диалектика. В этом ритме уже есть противоборство двух тенденций. Тенденция подъема, возгорания, когда космос расцветает. И наоборот, тенденция упадка, когда огонь сходить на нет, когда все тускнеет, нивелируется. Гераклит замечательен тем, что он впервые изложил сущность диалектики. Основу диалектики. Это имя ассоциируется с диалектикой как таковой. Гераклит четко осознал два основных, два исходных принципа диалектики. Первое. Это принцип всеобщей изменчивости. Диалектика берет мир в развитие. Это для него главное, это для него определяющее. Нет ничего постоянного, устойчивого. Знамятое высказывание Гераклита. Все течет. Панторей по-гречески. Все течет. Мир пойдет как поток. Другое высказывание. Нельзя отваживать и в одну и ту же реку. Нельзя отваживать и в одну и ту же реку. Ибо на входящего текут все новые и новые воды. Третье. Солнце каждый миг новое. Солнце каждый миг новое. Все поразительные слова, потому что кто-то мог представить себе, что Солнце это организованный взрыв. Что Солнце это явление, в основе которого лежат катастрофические процессы, связанные с термоядерным синтезом. Итак, мир процессен. Вот это очень важное определение. Процессность мира. Образ реки, в которую нельзя войти дважды. Гераклита пообщает до универсальной картины мироздания. В мироздании есть такая река. И человек есть такая река. В мир есть система потоков. И ничего нельзя удержать. Ничего нельзя сохранить. Все размывается. И второй принцип диалектики это принцип противоречия. Согласно которому по словам Гераклита все рождается через борьбу. Это цитата. Все рождается через борьбу. Еще одна цитата. Война есть отец всего. Понятно, да? В мир есть процесс. В мир есть противоречия. В мир есть борьба противоположных начал, тенденций, мотивов и так далее. Гераклит кладет начало традиции, которая сегодня нам известна, прежде всего, как эволюционизм. Тогда это понятие еще не было задействовано. Но фактически у Гераклита речь идет о движении, но движение, предполагающее возможности развития. Развитие это движение, которое связано с прогрессом, с усложнением. И наоборот, бывает развитие деструксивное, развитие направленное в обратную сторону. Хотя, все-таки, я бы не использовал это слово в таком контексте, но его используют в развитии, как инволюция, как упрощение, как деградация и так далее. Вот эта традиция, она себя стала уверенно заявлять только в XVIII веке. Гераклит был популярен, Гераклиты читали, конечно, от него осталось немало фрагментов. Но, в общем-то, мир воспринимался как постоянство до XVIII века. В XVIII веке появились первые, так сказать, модели, где был задействован принцип развития. Я сейчас назову эти модели. Прежде всего, Кант, именно Кант. Его космогоническая гипотеза, согласно которой наша Солнечная система имеет историю. Вот сейчас я говорю, так спокойно, где-то трафаретно. Но тогда вот эти слова были сенсацией в XVIII веке. Почему? Вот отнятия себя, что тогда в науке очень прочной позицией занимал креационизм. Креационизм. Слово креация, творение. Но считалось, что мир сотворен Богом. И с момента творения он не изменен. Не вот он, великий физик. Был убежден, что вот сколько атомов создано Богом, столько оно и существует на сегодняшний день. Мир весь постоянство. И вот, скажем, Солнечная система, она возникла сразу. Из ничего возникает в готовом виде. Это исповедует крупный ученый. Эту идею. Кант, конечно, абсолютный гений, потому что он бросил высву вот этой догме. Догме, которая, ну как бы, впитывалась в молоку матери. И он стал говорить, вот это очень важные слова, об естественной истории космоса. Естественной истории космоса. До Канта рождение космоса понималось как событие экстраординарное. Как событие сверхъестественное. Сверхъестественное. Это чудо. Чудо. Так показалось, что в основе космогенеза лежит взаимодействие двух сил. Притяжение и отталкивание. Опять вот диалектик. Опять теза и антитеза. Так вот просматривается. Некогда, до месяца Солнечной системы, было диффузное облако. Оно вращалось. В нем действовали эти полярные силы. Вот в результате произошла дифференциация. Дифференциация. Центральное тело оформилось, будущее Солнца. На поверхности планеты. Конкретный механизм этой гибриды имеет слабые стороны. Но это нас интересует. Нам важен сам пафос. Сам пафос этого великого прорыва в будущее. Перед нами эволюционный взгляд на мир. Перед нами, если хотите, возвращение гераклитовской картине мира. А прошло сколько времени? Ну, где-то 22-23 века с момента ухода гераклита на другой план Батия. Потом появился Ляйель, геолог, который стал говорить об истории Земли. Геологические разрезы были давно известны. Что такое эволюционный разрез? Мы видим пласты. И эти пласты очень явно отличаются друг от друга. И каждый пласт имеет свое наполнение. Разные останки хлора и фауны. Ляйель понял, что перед нами летопись. Геологическая летопись. Наша планета, отражающая смену биосфер на Земле. Биосфера, она эволюционирует. А ведь как считалось до Ляйля, что вообще-то облик Земли, он неизменен. Ну да, был Северный потоп. Очень много на Северный потоп. Как-то вот... С Северным потопом многие детали этой картины связывались. Тут была масса неувязок. Вот Ляйль опять-таки исторически посмотрел на проблему. И, наконец, последнее, это Ламарк, французский биолог, который стал говорить об эволюции видов. Опять-таки, согласно креационизму, виды постоянные. Сколько видов создано на Земле, столько их и существует. Ну, какие-то виды могли погибнуть, вымерить, но новые виды не появляются. То есть, опять-таки, постоянство уже на уровне биологическом. Постоянство Солнечной системы, постоянство Земли, как планеты, постоянство биосферы. Три догма, да? И они оказались расшатанными. И здесь торжествует гераклитовский дух. Гераклитовский дух. Ну, эту линию подхватила и философия. Философию здесь надо назвать Гегеля. И 19 век. Вот, гераклит и Гегель. Вот даже их фамилия начинается как-то одинаково, да? Вот, гераклит – начало диалектики, а Гегель – ее вершина. Гегель трактует мировой процесс как диалектическое развитие. Гераклит – мир проходит через противоречия. Я не буду сейчас раскрывать эту диалектику, это очень интересно, но это немножко в сторону от нашей темы. Вот эта линия гераклитов. Я считаю, что очень важно, когда мы говорим об античности, прослеживать влияние античных идей на будущее. Античная голосовая актуальна всегда. Вот это ее чудесная особенность. Она евристична, она евристична. Многие крупные ученые, ну, скажем, Вернер Гейсенберг, мы о нем еще будем говорить, Вернер Гейсенберг, один из создателей квантовой механики, вот он постоянно читает Платона, Гераклита, и ищет там импульсы для творчества ультрасовременного по своему содержания. Это очень важно для понимания того, что такое античность. Это ее актуальность. И вы, как ученые, должны, на мой взгляд, обращаться к этому наследию, в какой бы области науки вы ни работали, гуманитарное знание или точное знание. Античность всегда что-то вам даст. Это ее исключительная черта. И так вот одну линию мы с вами проследили, линию, которая ведет к эволюции, к эволюционному взгляду на мир. Теперь про минид. Завязывается диалог. Запишем у себя, что представление о истине связывается всегда с чем-то устойчивым, постоянно. Истина должна быть стабильна. Истина не может варьировать, не может колебаться. Правильно? Правильно. Так. Сегодня истина одна, завтра другая. Это уже не истина. Это уже не истина. Хотя истина тоже эволюционирует, но давайте будем исходить из каких-то классических концепций. Поэтому уже в древности, не только это имело место в Греции, это имело место и в Индии, скажем, да, вот возникло своеобразнейшее противопоставление. Мир, в котором мы живем, так? Это мир текучести. Эта текучесть была известна и до Героглита, он просто ее констатировал, он ее, это текучесть осознал как принцип бытия. Индия. Индия. В Индии говорят, индийская философия, Веданта, что мир есть майя. Майя, это иллюзия. Наш мир. Чувственный мир, изменчивый мир. Так. А есть она, она вне мира, вне мира. Есть она в едином. Внимание, я сейчас произношу слово «едино», его надо писать с большой буквы. И вы здесь сейчас предельно внимательно. Индия нас подведет к Пармениду. Индийская картина мира. Есть как бы два уровня. Первый уровень, это уровень майя. Это мир многого. Наш мир есть множественности. Наш мир разнолих, наш мир пестр, наш мир калейдоскопичен. В нем нет никакого постоянства. В нем что-то нарождается, что-то умирает. Нельзя найти ничего сохраняющегося. Этому миру противостоит Брахман. Брахман, это верховное начало. Это есть, если хотите, персонализация единого. Единое. Оно невозмутимо. Единое, но неподвижно. В едином нет никаких противоположений. В нашей мире много всяких тез и антитез. Наш мир поляризован многократно. А единое, оно то единое, чтобы там не было никаких двоиц. Понимаете, да? Единое, оно если раздвоится, оно уже не единое, оно уже многое. Это великое понятие единого. Великое понятие единого, которое сыграло громадную роль в развитии философии и науки. Индусы его первыми как-то так четко это эликсировали. Единое истину, истину. А многое иллюзорно. Многое и заблуждение. Что важно в этих акцентах для философии науки? Запишем у себя, что, в общем-то, наука ориентирована на поиск инвариантов. Вот я уже понятие инварианта, да, инвариант. Инвариант это то, что сохраняется при всяких превращениях, при всяких трансформациях. Инвариантность. Система подвергается различного рода метаморфозам. Но, тем не менее, тем не менее, мы видим инвариант. Но, скажем так, вот я возьму пример инварианта. Эволюция, жизнь на Земле. Сколько было изменений, сколько было превращений. Несомненно, перед нами здесь картина нечерпаемой изменчивости. Но мы знаем, что вот эта вся изменчивость, невероятно широкая по своим масштабам, по своей амплитуде, она держится на генном аппарате, на генном механизме, который инвариантен. Нить ДНК, она такая была у первых организмов, такая она и сегодня. обогащается ее содержание, генетический код, сам по себе, конечно, ну, не генетический код, а записи, которые он делается на его основе, они становятся более сложными. А сам-то код, он не эволюционирует, он, как один раз был найден, но так и остается неизменным. Вот это какая-то константа, вот теперь мы говорим константа, постоянная, постоянная. Вот два понятия очень важных для нас, инвариант и константа. Инвариант это то, что не подвергается изменению при изменениях, а констант это то, что постоянно при наличии, опять-таки, разного рода движений, разных перемен, и так далее, и так далее. Вот наука, она ищет инварианты, и наука не может без константа. Вы знаете, здесь уже завязывается, завязывается коллизия, очень характерная для науки. С одной стороны, я эволюционист, я должен брать мир как что-то процессное. Я понимаю, что вне эволюционного контекста я не раскрою сущности объекта, вот здесь, например, слова Гегеля, да, вот Гегель сказал так, вот, никакой результат не может быть понят без истории своих развития. Гегель, никакой результат не может быть понят без истории своего развития. Для того, чтобы понять сегодняшнего человека, я должен задуматься о его истории. Я имею в виду человека, как вит. Но я возьму отдельную личность, ребенка возьму, чтобы его понять, какой он сегодня передо мной предстоит, я должен задуматься о его личной истории, о его биографии, о его среде и так далее, и так далее. Я должен использовать процессный ключ. Обязательно. Но с другой стороны, я обязан искать неизменную безминчивость. Неизменную, понимаете, да? Потому что результатом моих студий, моих исследований является закон. Я хочу открыть закон. Закон, да? А закон — это постоянство. Слушайте, знаете, я бы сказал так. Закон — это вид инварианта. Не может быть сегодня закон так звучать, а завтра он модифицируется и получит другую форму. Закон есть закон. Закону присуща непреложности. Вот это коллизия. Коллизия — она фундаментальная, она замечательная. То есть я движусь как бы вот между двух огней, так образно выражаюсь, так. И я должен вот играть сразу на двух инструментах. Но первый инструмент мы с вами уже освоили, это героклит. А вот парменид. Парменид изменили тем, что он в рамках греческой культуры стал развивать именно концепцию, выводящую нас к идее инварианта, к идее константа. Парменид сказал, имею в виду героклиты. Они лично не встречались, но имею в виду героклиты, что процессный мир, процессный мир — это не истинный мир. Вот так, истинный мир. Многое не истинное. Полностью повторяются ходы индийской философии. Увидительный парализм. Была ли здесь связь, было ли здесь влияние, какое-то странное влияние, загадочное влияние Индии на Грецию. Такая героклита обсуждается, но она не имеет какого-то окончательного решения. Скорее всего, это конвергенция, скорее всего, это сходство, не связанное с генетической преемственностью. Да, вот он говорит, что философы, ученые обязаны отвлечься от процессного бытия и задуматься постоянно. Постоянно. Это единое. Единое пишем из большой буквы, как я уже сказал. Паралит говорит, что истинное бытие, истинное бытие — это бытие единого. И он дает характеристики единого. И характеристики очень парадоксальные. Итак, мы должны с вами найти истину. Для того, чтобы ее найти, мы должны покинуть наш изменчивый пестрый мир, веру многого. И, используя свой интеллектуальный потенциал, вот это подчеркивает применение, что здесь нужно отличиться от чувственного познания и подняться на уровень познания рационального. Это очень важный момент. И мы должны выйти на ступень единого, подняться, да? Единое. Его особенности какие? Единое. Оно не может иметь частей. Правильно, да? Если и есть счастье, то единое уже многое. Правильно, да? Единое безструктурно. Единое безструктурно. Ну, естественно, что в едином нету и никаких противоположений. Единое не может быть поляризованным. Не может там быть плюсы и минусы. Потому что поляризация предполагает раздвоенность. А раздвоенность это начало множественности. Единое безструктурно. Раз. Единое неполяризованное. Два. И третье. Единое неподвижно. Любое движение, любое движение, оно что-то меняет. Правильно, да? Хотя бы координаты. Придвижение единое превращается на многое. Поэтому единое незыблемо. Задача философии, задача науки – познавать это единое. Оставив этот мир как мир неистинный. Фактически для Парменида закрыты пути для естествознания. Что естествознание, оно обращено куда? К чему? К природе, да? А природа это и есть изменчивость. Природа это и есть борьба от противоположных сил. Парменид создает предельно парадоксальную картину бытия. Вот великое понятие парадокса. Великое понятие парадокса. Мы будем сегодня постоянно встречаться, у нас, наверное, будет даже специальная лекция о парадоксе в научном мышлении. Вот это уже парадокс. Единое, которое беструктурно, неполаризовано, неподвижно, есть истина. Эти очень абстрактные построения Парменида подкрепил его ученик Зенон. Зенон, так? Который создал знаменитые свои опории. Хочу заметить, что вообще правильно говорить опория, но как-то мы по-русски привыкли ставить ударение на втором слове. Потому что я уже буду исследовать этой традиции. Значит, опории Зенона. Опории, которые оказали колоссальное влияние на развитие научной методологии. Сейчас я передам все этих опорий. Их несколько, их четыре. Опория буквально означает затруднение. Затруднение, так? Вот. Но я хотел бы вам еще здесь предложить... Так. Буквально это затруднение, буквально это ловушка. Давайте вначале я вам расскажу про эти опории. Цель опорий доказать, что нет движения. Нет движения. Вот есть две опории, она называется дихотомия. Дихотомия буквально означает деление. И есть дихотомия, которая называется агилес и черепаха. Вы знаете, я позволил себе эти две опории соединить. Такого нет нигде в учебниках. Это моя редакция. Это правомерная редакция. Я вот как-то их синтезировал. И буду сейчас излагать содержание этого великого парадокса. Вот смотрите, как этот парадокс формулируется. Есть отрезок пути. А, Б. И все звучит очень просто. Нас будет провоцировать. Это первое слово. Провокативное мышление. Провокативное мышление. Нас хотят согнать в ловушку логическую. Вызвать затруднение у наших мыслительных механизмов. Это игра. Это великая, бездонно глубокая игра. И с точки А, с точки Б отправляется черепаха. Школьная задачка. Через какой-то момент след черепахи отправляется ахиллес. Ахиллес. Герой Илиады, символ быстрого бега. Ставится вопрос, который кажется дурацким. Может ли ахиллес догнать черепаху? Игра, понимаете? Провокативная игра. Сбить на столку, сбить на спонталуруку. Ну, понимаете, если мы с вами начнем эту опарию решать на уровне эксперимента, то мы покажемся в дурацком положении. Ну что, мы пойдем на стадион, возьмемся по черепаху. Ну, конечно, ахиллес ее тысячи раз догонит и тысячи раз обгонит. Нужно слушать дальше Зенона. Зенон говорит так. Хорошо. Вот черепаха прошла путь АЦ. ББ еще далеко. Отправляется там через одну минуту вслед за черепахой ахиллес. Прежде чем ахиллес пройдет путь АЦ, он должен пройти одно второе пути. Одно четвертое, одно восьмое, одно шестнадцатое, одно тридцать второе, одно шестьдесят четвертое. Здесь очень кратко. Друга ходит в бесконечность. Друга ходит в бесконечность. Все логично? Железная ловика. Комар носа не поточит. А вот какой. Движение вообще не может начаться. А как же черепаха? Да и черепаха тоже стоит на месте. Перед нами логическая опория, в которой показано противоречие.